Матхуйт, привет! 179-я школа окончания разбора. Две центральные задачи. Первую мы уже разобрали, да, видели. Четвертую тоже уже разобрали, вот эту про 30 школьников. А сейчас будут вторая и третья в одном ролике. Итак, можно ли 100 гирь массами 1, 2, 3 и так далее, 99, 100? Но, давайте это нарисуем. Маленькое, побольше, побольше, побольше и так далее, значит, масса. Ну, если у них массы от 1 до 100, то их как бы размер, конечно, не растет линейно, а растет как корень кубический из масс. Ну, неважно, вот они гири от 1 до 100. Так вот вопрос, можно ли их разложить на 10 кучек разной массы? Итак, 10 кучек. Кучка номер 1, кучка номер 10, разной массы. То есть, вот если это обозначить за М1, ну, давайте их сразу упорядочим, да? Тогда нужно, чтобы все эти 10 были разные, и тогда, соответственно, можно их вот так вот от самой маленькой по массе к самой большой. 10 кучек разной массы так, чтобы выполнялось условие. Чем тяжелее кучка, тем меньше в ней гирь. Чем тяжелее кучка, тем меньше в ней гирь. То есть, количество гирь вот здесь самое маленькое, а количество гирь здесь самое большое. Вот. Ну, вот такая вот, вот такая вот странная задача, и сейчас мы попробуем ее порешать. Сейчас мы попробуем ее порешать. Итак, прежде всего вопрос. Вот можно ли как-то, да, ну, я думаю, что все уже сами ее пытались решать, поэтому я сразу перехожу к решению. Оценить, сколько здесь? Сколько здесь гирь? Ну, вот может ли быть, например, здесь 6 гирь? Может быть, 6? Может быть, 6 схватился я за соломинку для утопающего? Нет, здесь не может быть 6 гирь, потому что если здесь 6, то в следующей как минимум 7. Более того, я сейчас, значит, собственно, сформулирую теорему. Теорему, что если это возможно, да, то мы действуем от противного, предположим, что мы смогли так разбить их на кучке. Вот такое условие. Это, кстати, Мишка когда-то еще до 189 решал где-то на Олимпиаде, и вроде решил даже, правильно. То есть она как бы из Олимпиады перекочевала в листочек по дирехле. Итак, теорема. Х10 меньше или равно 5. Вот это вот ключевой результат, что последней кучей, которая самая тяжелая, и в ней меньше всего камней, или гирь, гирь у нас, должно быть не более чем 5 гирь. Ну, действительно, предположим, что от противного, значит, доказательство, доказательство от противного. Такое противное, да, противное доказательство. На самом деле доказательства прекрасные, а не противные. Я всегда вообще учу, что лучше говорить от противоположного, но понятно, что обух плетью не перешибить, раз уже все привыкли к тому, что доказательство от противного. Ну, значит, оно и будет от противного. Вот, итак, пусть х10 больше или равно 6, то есть не меньше или равно 5, а больше, да, 5, значит больше или равно 6. Но тогда смотрите, какая фишка, если их упорядочить вот так, каждое следующее строго больше по количеству камней, да, по условию, да, чем меньше масса, тем больше, то есть эти все числа тоже по условию разные. Тогда получаем, что там х9 уже больше или равно 7, х8 больше или равно 8, х7 больше или равно 9, ну и так далее, х1 больше или равно 15. Вот, тут как бы такая интуитивная штука, это очень важное замечание, которое полезно иметь в самой ближайшей подкорке. Если все числа разные, и одно из них там не меньше, чем 6, то последнее не меньше 15, и вообще все они как бы по компоненту не меньше, чем вот этот ряд. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15. Вот, то есть это очень много, где используется такой прием, и мы его здесь используем. Ну, в этом случае, ну тогда, общее количество гирь равное 100, правильно, общее количество гирь равное 100, это х1 плюс х2 плюс так далее, плюс х10. Оно получается больше или равно, чем вся эта сумма. Я справа налево беру, пишу их 6 плюс 7 плюс 8, плюс так далее, плюс 15. А как найти эту сумму? Ну, это сумма от 1 до 15, минус сумма, значит, это сумма 1 плюс так далее, плюс 15, минус сумма 1 плюс так далее, плюс 5. Это 15 на 16 пополам, а это 5 на 6 пополам. То есть это будет 15 умножить на 8, 120, а это 5 и 3, 15. Опа, 105, фигушки, противоречия. 100 больше или равно 105. Мы пришли к противоречию. То есть, то есть, предположение о том, что в самой тяжелой куче больше 5 камней, приводит к тому, что всего камней никак не меньше 105, а их по условию 100. Ну, значит, теорема доказана. Доказана. То есть, х10 меньше или равно 5. Осталась фигня, потому что, так как они по массе вот так вот упорядочены, то вот здесь масса самая большая из всех. Но если я взял 10 кучек общей массы, общая масса какая? Это сумма от 1 до 100, да? Масса всех гирь. Я иногда говорю гири, иногда камни, простите. Равна... Мне пофиг, я математик. Что гири, что камни, это все одно. Это числа. Вот. Так вот, это 5050. Ну, каждый из вас умеет быстренько посчитать, да? Вот. А значит, значит, в самой тяжелой... В самой тяжелой... Куче... Уж никак не меньше, чем 505. Этих там килограмм или чего. Неважно. Грамм. Вот. Потому что самая тяжелая, она той самая тяжелая, да? Что ее масса не менее, чем средняя масса. Средняя это 5050 делить на 10. Ну что, все это уже противоречие. У нас не менее, чем 505 килограмм. И не более, чем 5 гирь. Ну, понятно, что это означает, что какая-то гиря должна весить больше, чем 100 килограмм. А таких гирь у нас нет. Если все меньше 100, то и в сумме 5 или меньше гирь будет не более, чем 500, даже меньше, на самом деле, немножко. Ну, вот, пришли к противоречию. То есть, с одной стороны, мы убедились в том, что... Вот если бы такое было возможно, да? То, с одной стороны, мы бы довольно... Мы быстро убедились в том, что в самой тяжелой куче очень мало гирь, всего 5 или меньше. А с другой стороны, такого не может быть, потому что средний вес кучи равен 505. Это одна десятая от 5050. А, значит, самый дешевый уж точно не меньше, чем средний. А это, на самом деле, они упорядочены, тут с большим запасом задача. Они упорядочены, поэтому гораздо больше даже, да, чем 505. Ну, и получается, что 5 гирь весит 505 или больше килограмм. Что невозможно, потому что они все не более, чем 100. Вот. Ну, вот, на этом мы не прощаемся. Я продолжаю ролик. Разбор он следующей офигенной тоже задачи, которая могла бы попасться вам на ЕГЭ под номером 19 вполне. И может, даже попадется что-нибудь похожее. Вот. Задача такая. Я стираю и формулирую следующую задачу, последнюю из предъявленных мною в том ролике. И мы сейчас на этом тот ролик полностью, так сказать, отдадим все долги. Все долги. У нас были долги, меня все спрашивают в комментариях. Алексей Владимирович, ну когда, наконец, разбор? Когда, наконец, разбор 179-й школы? Где эти монстры решают такие ужасные задачи? Когда вы покажете нам, да? Покажете нам. Класс! Вот сейчас я покажу. Последняя задача. На складе имеется несколько ящиков общей массы 10 тонн. Причем масса каждого не превосходит тонны, скажу я голосом Вайлд Мессинг. Какое наименьшее количество трех тонок нужно заказать, чтобы точно суметь вывести их все за один раз? Нет, у меня не получается, как у него. Ну ничего, значит, будем голосом Саратеева, а не голосом Вайлд Мессинг продолжать. Привет! Привет диким математикам! Итак, есть несколько ящиков. Ну, ящики нельзя там разрезать на части и так далее, да? Это дискретная задачка, дискретная. Вот. Поэтому нужно их вывозить целиком. Несколько ящиков. Общая масса 10 тонн. Ну и они не совсем уж такие большие. Каждый не более чем тонну. Давайте их нарисуем и подумаем. Вот какие-то ящики, может быть, много, может быть, мало, но точно, что ни один, ни больше, там, вот, вот, там, одна тонна. Все они меньше или равны одной тонне. Ну, какое-то количество есть. И вот это все вместе суммируется к 10 тоннам, 10 тоннам его весу. Вот. И нам нужно их вывезти. И мы заказываем, ну, кажется, сколько надо заказать. Давайте подумаем. Ну, трех машин не хватит, да? Сколько трех тоннок? Трех тоннок явно не хватит, потому что в каждой три тонкие, трех тонкие, можно не более трех тонн увезти. А у нас 10 тонн. В трех трех тонках можно увезти только 9. И кажется, что правильный ответ 4. Приграл 4, да? Прислал? Ну и увез там. В трех по три, а в четвертой оставшуюся тонну. И это было бы верным решением, и задача была бы полностью тривиальной. Если бы можно было ящики эти разрезать, укладывать, да? Если бы это были не 10 ящиков, а просто какая-то там вода, которую надо было бы залить. Тогда, понятно, приезжает 4 машины, в каждую заливаются, какая-то там, значит, заливается подвес проинтонны. И вопрос решенный. Вот. Ну, казалось бы, здесь тоже попробуем там набивать в каждую машину. Несколько ящиков забили, там они все не очень тяжелые, каждый не меньше тонны. Первую отправили, вторую отправили. Но вот нет. Я сейчас приведу пример, который показывает, что четырех машин недостаточно. Значит, давайте подумаем. На самом деле, вот искусство решать задачи состоит в том, чтобы, грубо говоря, понять, в какую сторону думать при их решении. Если я сейчас просто расскажу вам решение, вы не излечаете большой пользы. Не будет понятно, ну, как бы, не будет понятно, как я к нему пришел. А эта задача достаточно типовая, на самом деле. И эта задача, ну, как бы, умение решать такие задачи вам, безусловно, пригодится. И при, опять же, там, всяких, и на собеседнях, и вообще математике, если вы будете проводить вот какие-то сложные рассуждения, да? Доказывают какие-то большие теоремы. Они всегда, в конце концов, приводят к каким-то вот такого рода витиеватым утверждениям, которые надо опровергнуть или подтвердить. То есть, то, что происходит в 179-й школе, нужно не только, чтобы вы потом сдали собеседование. Нужно и для нормальной высокой математики тоже вот эти все приемы должны отскативать от зубов. Тогда вы сможете проводить действительно сложные рассуждения и станете замечательными работающими математиками. Вот. Будете в этой тусовке. Ну, хорошо. Давайте вот закроем глаза и представим, что за ситуация должна произойти, если я не смог увезти все ящики. Ну, вот кажется, что надо сделать их примерно одного веса, да? Вот, если они будут одного веса, ну, вот, M ящиков одного веса, этот вес, ну, как бы он не больше одной тонны, да? То есть, соответственно, тогда их будет там не меньше 10, но вот их, как бы, может быть больше 10, может 11, 12, 13, 14 и так далее. А вам, вот, вам нужно придумать, как в 4 машины не погрузить, да? Вот у вас эти ящики, да, их сколько-то. Накидайте там сколько-то сюда, накидайте сколько-то сюда. Одинаково. Попробуйте накидать, да? Вот я вот рисую, да, я рисую картину. Вот есть ли их, есть ли их как бы 12, да, одинакового веса. Почему одинакового веса? Вот, ну, не могу, не могу это объяснить. Просто обычно в таких задачах надо начинать с идеи одинакового веса, с экстремальной такой ситуации, что вот они все весят одинаково. Но если их 12, да, то вроде все хорошо. Они каждый по 10-12, вы по 3 их увезли, вот, в каждую машину из 4 машин у вас все получилось. А что если их 13? Вот смотрите. Смотрите, если их 13, то вы не можете увезти их, сунув по 3 в каждую машину. Вот у меня 13, да, 13 ящиков по, соответственно, 10-13 тонны каждой. Вот, вот это и есть, собственно, на самом деле контрпример. Вот смотрите, у вас есть эти 13 ящиков по 10-13 тонны каждой. Хорошо, тогда первое замечание, что вы не можете сунуть 4 в одну машину. Почему? Потому что есть еще одно ограничение. Машины это трехтонники. 4 умножить на 10 тринадцатых, это как раз 40 тринадцатых, это больше, чем 3. Это 3 и 1 тринадцатая. Запрещено. Ну, в России, конечно, упакуют и повезут. Но, как бы, если да, какой-нибудь немец, да, вот он такой педантичный, пунктуальный, вот нельзя больше 3 тонны, нельзя, значит, я не могу 4 ящика под 10-13 веса каждый сунуть сюда, это будет перебор. Значит, запрещено, но тогда очевидно, что не хватит 4 машин. Вот, пожалуйста, видите, 4 не хватает. В каждую влезает 3 ящика и не больше. Тогда нужно пригнать еще пятую для этого последнего бедного ящика. Ну, или к нему прибавить какой-нибудь из этих качеств, чтобы ему не было скучно. Прекрасно. Теперь кто-нибудь скажет, какой-нибудь скептик скажет, так да вообще, наверное, даже и 5, может быть, не хватит, да, даже и 5. Нет, 5 хватит, смотрите. 5 хватит. Вот, берем первую, первый этот, значит, теперь все, какие угодно ящики, да, ну, в данном случае 5 хватит, но я хочу доказать, что 5 хватит всегда. Итак, мне надо доказать, что какие бы ни были начальные данные в этой задаче, чем вот такие задачи сложны, в них нужно перебирать все виды начальных данных. Но вот когда вы контрпример приводите, вы просто должны предъявить какую-нибудь, какую-нибудь диспозицию, да, с ящиками. А вот когда вы доказываете, что достаточно 5, вам нужно рассмотреть любую ситуацию. Ну, дальше называется, это называется жадный алгоритм. Когда-то я не знал этих слов, когда Мишенька стала увлекаться программированием, я узнал, что такое жадный алгоритм. Берешь первый ящик сюда суешь, второй сюда суешь, третий, ну, три уж точно влезут, они меньше, чем потом, не каждый. Четвертый может влезет, может нет. Но в любом случае я сую до тех пор, пока это возможно по массе. Вот приехал трехтонник, да, я его загружаю. Первый, второй, третий, может быть, еще несколько сумел сунуть. Вот что нужно понимать? Что когда очередной ящик не влезет, масса будет не менее, чем 2 тонны. Сик, обратите на это внимание. Если трехтонник, вот я загрузил этот трехтонник по полной, да, трехтонку эту по полной, вот следующий ящик не влез, из этого следующего масса тех, которые внутри, уже не меньше 2 тонн, даже больше, потому что по условию каждый ящик в отдельности не меньше 1 тонны. Если бы здесь было не больше 2 тонн, то следующий бы влез, и я бы его сунул. Значит, соответственно, первый уехал, уехал, увезя не менее 2 тонн. Ну, а дальше все очевидно. Следующий уехал, тоже увез не менее 2 тонн по той же самой схеме. Следующий уехал, тоже увез не менее 2 тонн. Следующий уехал, увез не менее 2 тонн. На самом деле, в каждом случае эта граница даже больше. Но это мне не нужно. Ну, и понятно, что для пятого осталось тоже не более 2 тонн, просто потому что всего у нас, значит, всего у нас 10 тонн, и здесь, ну, 4 по не менее, чем 2 тонны, значит, не менее 8 тонн. Осталось не более 2 тонн, мы их покидали в пятый грузовик и увезли. Я ляу-люл. Вот, собственно, и все. На этом разбор задач 179-й школы закончен. Ну, и, собственно, ну, вот так и умнеют, решают тысячи таких задач. Берут и решают все подряд. Все листочки берите и решайте один за другим. Тогда вы станете, ну, да, настоящими, да, пацанами и девчонками, а не жалкими мурзилками. Хей-го! Подкульт, привет! Когда-то вскоре на канале появится формулировка и доказательство Лема-Гаусса о содержании многочленов, о том, что если есть два целочисленных многочлена, и мы их перемножаем, то наибольший общий делитель коэффициентов произведения равен произведению наибольших общих делителей коэффициентов отдельных, двух перемножаемых. Из этого, в частности, следует великий результат, что если многочлен с целыми коэффициентами является разложимым над рациональными числами, то он будет разложим и над целыми. Это очень важная теорема. И она будет доказана в какой-то из следующих разов.